Режиссёр Блеск и нищета Куртизанок По роману Оноре де Бальзака В фильме также снимались Паскаль Одре, Малка Рябовска, Мартин Сарсел Автор сценария и режиссёр Морис Казнёв Корантин предлагает Люсьену торг, но это ловушка Если Люсьен согласится платить, тем самым он признает факты У Люсьена хватает силы характера отказаться Тогда Корантин предупреждает его о близком крахе Эррера чувствует, что скоро разыграется решающая партия Он прячется в доме Эстер, чтобы оттуда руководить финальными действиями Герцог де Гранле получает анонимное письмо Раскрывающее грязное происхождение неожиданного богатства претендента на руку его дочери Он решает провести расследование и поручает его карантену Который сам и придумал ход с анонимным письмом Тем временем Эстер вытягивает из Нусингена сумму Необходимую для устройства дальнейшей судьбы Люсьена Но ей придется отдаться Нусингеру, он свое заплатил Она заплатит свое после большого приема Который по ее просьбе Нусинген устраивает для их друзей Восьмая серия Господин барон, наконец-то Что случилось, милейшая, биржа сгорела? Я вас с утра жду, господин барон, уже поздно Уже поздно, но для меня, я бы сказал, еще немножечко рано Итак Что случилось? Я должен был сообщить господину барону Мадемуазель Эстер, то есть мадам де Шампи Продала вчера свою ренту из 5% и потребовала капитал немедленно 750 тысяч франков Неужели? Хорошо, мой милый Вольфганг, я выясню все это Хорошо, господин барон Там еще один господин ждет, господина барона Его имя? Мэтр Дервиль Поверенный? Мэтр Дервиль, извините, что заставил вас ждать Я без предупреждения, господин барон Заходите, пожалуйста Давайте присядем здесь Благодарю Я пришел, сударь, просить вашей помощи Я душеприказчик некоего господина Гопсека Его наследница, мадемуазель Гопсек Эстер Гопсек, это особа, которая называет себя Ван Боксек Эстер Ван Боксек, я узнал, что она ваша протеже И пришел спросить вас, где я могу с ней встретиться, чтобы сообщить известие о наследстве Сколько? Порядочно, между семью и восемью миллионами Но, извините, господин Дервиль Это очень забавно Она почти так же богата, как я Вы? Уже? Где мадам? Она запретила ее будить ни под каким предлогом Она не рассердится от известия, что стала сверхбогатой Что? Быстрее разбуди ее Она унаследовала семь миллионов Старый Гопсек умер и оставил завещание на ее имя Господи боже Ну что ж, приятель, для вас все кончено Чтобы, имея миллионы, она продалась такому старому пню Что за ночь? Она будет безмерно рада избавиться от вас Боже Ну я не могу жить без нее Мой эстер Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Она отравлена А деньги? Где деньги? Какие деньги? Рента Семьсот пятьдесят тысяч франков, которые эстер Она унаследовала семь миллионов Расставщик Гопсек все оставил ей Надо предупредить Аббата Правильно Быстрее Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Нашла Это все, что нам нужно А как же он? Ему нужно спасать свою шкуру Идем Какое-то преступление, я уверен Я абсолютно уверен, что деньги исчезли Быстрее, господин префект Быстрее У меня есть нужный человек Ах, прошу вас Я его приведу Да-да, быстрее, сударь Несомненно, вы были правы, дорогой мой Прошу вас Ах, прошу вас Где Европа и Пакар? Наверное, нашли деньги и смылись Каналии Это нас погубит Быстрее Скоро вся свора будет гнаться за нами Нужно сменить укрытие Идем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это мое завещание Жак, они уже здесь Никто не знает, что я здесь Я должен выбраться Ты попался, обмани смерть Здравствуйте, господин Аббат Руки вверх Ну что, вы служите мессу на крышах? Однако сейчас не время службы, господин Аббат Давайте вернемся в Ризницу Субтитры создавал DimaTorzok Пират, Пират, Контансон Кончено Остается еще один Единственный противник, который может разоблачить меня Дай мне что-нибудь, от чего мне станет очень плохо Только не убей меня Нужно, чтобы я был при смерти Не волнуйся Я снова стану священником И я покажу им священника Ты будешь рядом, не так ли? Что ж Сыграем хорошенько эту партию И я буду взять им герцога, несмотря ни на что Господин Де Рюбампре Клотильда Могу я с вами поговорить? Нет, ему нельзя садиться в наш экипаж Можете поговорить с ним в последний раз Но пусть это будет на дороге Спасибо Так вот, мой друг, я вам верю Я предпочитаю верить вам, а не моим отцу с матерью Я думаю, вы понимаете, насколько я к вам привязана Клотильда Я весь ваш Я никогда не выйду замуж ни за кого, кроме вас Даю вам мое слово Клотильда Вы, господин Люсьен Де Рюбампре Да, сударь У меня ордер на ваш арест Я должен отвезти вас в тюрьму Форс В чем меня обвиняют? С участием в краже и убийстве Едемте, господа Я в большом затруднении А если это ошибка? Я хочу вам верить Но вы не представили никаких доказательств У вас в руках вот Рен По прозвищу «Обмани смерть» Первый преступник королевства Абсолютный предводитель братства Фонан Дель Секретной бандитской организации этого государства Я уверен А я не уверен Мы видели и не такие ошибки А вдруг этот человек в самом деле Дипломатическое послание короля Испании Это вот Рен Если б его только можно было допросить Ему пришлось бы объяснить Как почтенный прилад К тому же дипломат Оказался в доме Где только что было совершено убийство и кража И поверьте мне Если он при смерти Или почти Значит ему выгодно не отвечать На затруднительные вопросы Послушайте, господин директор Избавьтесь от этого дела Переведите ваш вузника В консьержери Туда только что привезли Люсьена де Рюбампре Как я знаю Я считаю их сообщниками Можно надеяться Что шок от их встречи Принесет нам много сюрпризов Которые помогут вскрыть истину Городская тюрьма Городская тюрьма Городская тюрьма Рюбампре Городская тюрьма Городская тюрьма Городская тюрьма ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С вас еще три су. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько стоят ваши груши? Какие-то они невзрачные. Посмотрите, они все в пятнах. Ну и положите обратно. Положите, раз вам не нравится. Убирайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Старая ведьма! Ах ты, болван! Ты дашь нам проехать? Что мне теперь делать? Что тебе надо? Проехать. Хочешь забрать меня с собой? Это вряд ли. Ты слишком уродлив для меня. Азия. Знаешь, что мне нравится? Что? Мне нравятся молодые, красивые. Красивые. Самые красивые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можешь смеяться. У меня был один такой. Ну да. Его у меня забрали и посадили в тюрьму. В тюрьму! Слышишь? В тюрьму! Значит, там ему и место. Ладно, можешь ехать. Да, да. Противный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не такой уж противный. Ладно, я тебя разыщу. А я тебя нет. Давай, давай, вали отсюда. Освобождай дорогу. Давай, освобождай дорогу. Не нужна мне твоя повозка. Я ухожу. Ничего страшного. В другом месте поторгую. Верь, верь, верь. Только бы Люсьен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Боже мой. Боже мой, до чего я дошел? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, будем осторожны. Во всех смыслах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Благодарю. Во имя общего блага, что вы поймете позже, дорогой мой комьюзо, не допрашивайте Люсьена де Рюбампре. Мы привезем вам доказательства его невиновности. Демофрениоз да серези. Постскриптум, сожгите это письмо. Дайте мне показания. Вот, господин следователь. Я иду господину генеральному прокурору. Я ее еле опередил. Она желает, чтобы вы немедленно ее приняли. Дело сложное, дорогой Буво. Граф де Серези, мой лучший друг. Министр, член тайного совета, несомненно, будущий канцлер Франции. И он безумно любит свою жену, несмотря... Я не имею никакого влияния на следователя. Я боюсь, как бы ваш комьюзо со своим рвением не наделал глупостей. Войдите. Господин следователь комьюзо просит его принять. А графиня? Конечно, пусть войдет, раз уж она пришла. Сию минуту. Итак, мой дорогой комьюзо, как идет дело, о котором мы говорили сегодня утром? Плохо, господин генеральный прокурор. Прочтите и судите сами. Вы выполнили ваш долг. Все сказано, дело пойдет своим порядком. Вы слишком блестяще проявили свои способности, чтобы можно было отказаться когда-нибудь от такого следователя, как вы. Госпожа герцогиня де Мофреньос, которая очень обязан, просила меня... Госпожа де Мофреньос, это верно, она приятельница госпожи Десерези, но вы, я вижу, не поддались никакому влиянию. Мои поздравления, сударь. Мой дорогой, эта очаровательная дама заблудилась в лабиринтах ваших коридоров. Вы в этом мрачном месте. Здравствуйте, мой дорогой, я... Представляю вам господина комьюзо. Сударь. Прошу, садитесь. Бо. Нас ожидает первый председатель. Скажите ему, что я скоро буду. Хорошо. Вы получили наше письмо? Увы, слишком поздно, госпожа графиня. Что значит слишком поздно? Не может быть? Не должно быть слишком поздно? Сударь, Люсиен де Рибампре не виновен, ни в краже, ни в отравлении. Но господин комьюзо заставил его признаться в более серьезном преступлении. Что? Он оказался протеже беглого каторжника. Аббат Эрера, на самом деле, знаменитый Жак Колен. Что это меняет? Этот каторжник предстанет перед судом присяжных, а Люсиен будет свидетелем с весьма испорченной репутацией. Нет, никогда. Человек, которого все считали моим лучшим другом, протеже беглого каторжника, никогда. Я этого не вынесу. Какой ужас. Король очень благоволит моему мужу. Король, моя дорогая, не имеет никакого влияния даже на самого последнего следователя королевства. Таково могущество наших институтов. Я только что поблагодарил господина комьюзо за его усердие. За его неумелость. Да, но если бы вы прочли показания, которые господин комьюзо получил от обоих подозреваемых, вы убедились бы, что все зависит от него. И только от него. Простите, меня ожидает первый председатель. Что это еще за показания? Это протоколы допроса. Они устанавливают обвинения и передают обвиняемых в суду присяжных. Ну, а если уничтожить эти протоколы? Сударыня, это будет преступлением против общества. И ни один судейский не может. Но еще большим преступлением против меня было написать их. Зачитайте мне хотя бы показания Люсиена. Не может быть, чтобы ничего нельзя было сделать. Господи. Я пекусь не о себе, а о чести господина Дессерези. Госпожа графиня, при всем моем почтении к вам и моем глубочайшем уважении к господину Дессерези мой долг магистрата велит мне. Да, да. Все знают, что вы сама честь. Прошу, читайте. Присутствующий здесь Жен Камюзо, следователь суда Сены, получил показания Люсиена Шардона Де Рюбампре. Ах, дайте сюда, я быстро приеду к сути. Сударыня. Отпустите. Сударыня, прошу вас, подождите. Сударыня. Да, отпустите же. Сударыня, госпожа графиня. Отпустите, я сказала. Боже, и в чем дело? Что случилось? Я вынужден подать жалобу на госпожу Дессерези. Я сожгла эти показания, вот так. Вы понимаете, что это очень серьезно. Ну и пусть. Честь спасена. Господин Камюзо сопротивлялся женщине, которой нельзя сопротивляться. Я знаю, что заставило вас страдать. Я ваш друг. Вы это знаете. Благодарю. Итак, посмотрите на господина и госпожу Дессерези. Мы не можем до смерти обидеть этих людей. А теперь посмотрим, пострадает ли правосудие в этом деле. Очевидно, что Люсьен невиновен. Он был слаб, вот и все. Слаб перед Эрера, но и перед вами тоже, мой дорогой. Быть слабым не значит быть преступником. Нужно вернуть его в общество. Он перенес жестокое испытание. Этого достаточно. Что же до аббата Эрера? Если он действительно Жак Колен, мы это скоро выясним. Курантен будет у него на хвосте. Доверимся ему, он сможет разоблачить его, не вызывая скандала. Таким образом, это будет чисто полицейское дело. Ну что? Я понимаю, господин генеральный прокурор. Представленная под таким углом ситуация видится иначе. Конечно. Я надеялся на широту ваших взглядов. Нужно закрыть это дело и освободить молодого человека как можно скорее. Мы вам полностью доверяем. Моя дорогая графиня, надеюсь, вечером вы пригласите господина Дарюбом Преяк себе на обед. Благодарю. Это мое завещание. Аббату Карлосу Эрера, господину графу де Гранвилю, генеральному прокурору. Вы были великолепны, как бог. Лишен нам судья. Вы еще не видели господина Камюзо? Уже слишком поздно. Что вы хотите этим сказать, господин Дарюбом Прея? Что вы закрыли дело? Слишком поздно. Господин Дарюбом Прея мертв. Что? Нет. Люсьен. Пустите меня. Люсьен. Откройте. Откройте. Мне нужно его увидеть. Умоляю вас. Позвольте мне его увидеть. Позвольте его увидеть. Позвольте. Позвольте его увидеть. Умоляю вас. Позвольте мне его увидеть. Умоляю. Позвольте. Прошу вас, откройте. Мертвое молчание обо всем этом, досударь. Скорее в экипаж. Незаметно. Господин граф, я доверяю вам мое завещание. Когда вы прочтете это письмо, меня уже не будет в живых. Чтобы обрести свободу, я столь малодушно отвечал на лукавые вопросы господина Камюзо, что, несмотря на невиновность, я могу быть замешан в позорный процесс. Даже если я буду оправдан, жизнь для меня теперь невозможна, ведь свет так взыскателен. Прилагаю отказ от моих показаний. Прошу вас передать его следователю Камюзо. Также прошу передать, не вскрывая это письмо, аббату Карлосу Эрера. В надежде на это я прощаюсь с вами, выражая вам в последний раз свое глубочайшее уважение. И прошу верить, вот почему я попросил вас быть здесь, дорогой друг, несмотря на состояние графини. Вот завещание Люсьена Гарю Бомпре. Я, ниже подписавшись, передаю и завещаю детям моей сестры Евы Шардон, ее мужа Давида Сашара, все мое состояние за вычетом некоторых сумм, завещанных другим лицам, что я и прошу моего душеприказчика произвести. Я умоляю графа Досерези стать моей душеприказчиком. Будет выплачено, во-первых, господину аббату Карлосу Эрера 300 тысяч франков. Во-вторых, господину барону де Нусингену 1 миллион 400 тысяч франков за вычетом 750 тысяч франков, если эти деньги, похищенные у мудмозель Эстер, найдутся. Я передаю и завещаю, как наследник мудмозель Эстер Гопсек, сумму в 750 тысяч франков на основании убежища для публичных женщин, которые захотят покончить со своим порочным ремеслом. Я прошу графа Досерези выделить сумму в 40 тысяч франков на сооружение могилы на кладбище Пер-Ла-Шез, где я желаю быть похороненным рядом с Эстер. На этой могиле не должно быть некролога. Просто подпишите. Люсьен Шардон Де Рюбамбре Я согласен. Вот отказ от показаний. Люсьен мертв. Госпожа Досерези вне себя отголе. Врачи беспокоятся за ее состояние. А я обязан любыми средствами замять этот грандиозный скандал, в который мы все оказались втянуты. Это дорогая плата за удовольствие задавать лукавые вопросы. Мне остается передать это письмо Аббату Карлу Суэрера. Не вскрывая. Я этим займусь. Может быть, директор тюрьмы передаст это письмо? Отлично. Аббат все еще в камере? Нет, господин генеральный прокурор. Вчера я перевел его из секретной камеры. Я даже узнал, что посольство Испании послало сюда своего представителя, священника. Я подумал, не нужно отказывать ему в посещении. Господин Аббат, ваш визит меня очень тронул. Я вам глубоко признателен. Ты в самом деле думал от меня сбежать? Похитить 750 тысяч франков и отправить меня на гильотину? Вы с Европой сильно бы пожалели. Знаешь, что у нас делают с предателями? Мы как будто помешались, патрон. Сошли с ума. Но мы быстро одумались. Мы даже сами нашли Азию. Где она? Внизу. В Фиакре. Хорошо. Мы позже уладим наши счета. Мы еще не квиты. Нужно действовать быстро. Теперь насчет денег. Несмотря на печати необходимо, ты понимаешь, необходимо, чтобы их нашли в комнате Эстер. Ясно? Теперь главное. Я уверен, что они допросят Люсьена. Я видел решительный настрой Камюзо. Я боюсь, что Малыш этого не вынесет. Так что нужно доставать последнее оружие. Ну что? Говори! Тебе нужно пробраться на набережную Малаке. Незаметно. В ее комнате, за каминной полкой... Да. ...слева один кирпич отходит. За ним в нише лежат три связки писем. Принеси их. А что это за письма? Пороховая бочка. Господин директор, вы принесли мне весть о моем освобождении? Я принес вам письмо от Люсьена де Рюбампре. Он вышел? Он умер. Повесился в своей камере. Это неправда. Вы меня обманываете. Мой сын. Могу я его видеть. Он был мне больше, чем сын. Вы не можете отказать отцу. Что это за ним? У вами была маня. У меня было маня. Я вам могу оторваться. Что это за ним? Я вам надо. Наслежу. Что это за ним? Что это за ним? Ох, ничего. Что это за ним? Что случилось? Ивлали сказала, что ты вернулся подавленный, не сказал ни слова. Моей карьере конец. Я все испортил, все. Во имя совести, из чувства долга, в интересах закона. Я все испортил. Прошу тебя, не надо так. Я тебя знаю, ты или переусердствовал, или дал себя втянуть в какую-то игру. Расскажи мне все. Рюбампре воплощает в себе все, что я ненавижу. Он легко всего добивается благодаря милому личику, обходительности, остроумию и успеху у женщин. Все без ума от него. Я решил, что взял его. Какой реванш. Я делал с ним, что хотел. Я даже не давил на него, это было пьяняще. Я едва упомянул Карлоса Эрера, как он сам добровольно все мне выложил. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Мысли его слов Моей карьере конец Мы скоро окажемся в далекой провинции Постой Кое-что привлекло мое внимание Да Ты говорила мне, что во время допроса Аббат с любопытством посмотрел на бумаги На твоем столе Да? Верно Там были бумаги, изъятые у него и у Люсьена Ничего компрометирующего Несколько писем от женщин От кого именно? От мадам де Муфреньос До Серези И малышке де Гранли Просто дань вежливости, ничего более Но мне показалось Что он смотрел с иронией Будто у него есть козырь в рукаве Письма Да, настоящие письма этих женщин Любовные письма Это чудесно Без сомнения, мы спасены Ты станешь советником Я уверена в этом Что ты говоришь? Герцогиня де Муфреньос Графиня де Серези И дочь Герцога де Гранли Скомпрометированы Их письма у этого бандита И он ими воспользуется Если ему станут угрожать судом А раз этот Аббат на самом деле Жак Колен Они все сели в лужу Включая генерального прокурора Мы откроем глаза этим могущественным людям На эту серьезную опасность Ты станешь их надеждой Их защитником Их спасителем Все почести тебе Великолепно А я переговорю с Жаком Коленом Его свобода в обмен на эти письма Ну вот, я сообщник убийцы Мой дорогой Аббат Я видел от вас столько благодеяния И я предал вас Я более недостоин жить Вы хотели сделать из меня Более важную персону Чем я мог стать Вы вернули мне то, что забрали В нашу первую встречу Смерть Вы были для меня Как грандиозный памятник злу Очарованный вашей властью Я не нашел в себе сил Чтобы убежать от вас Я вами восхищался больше Чем презирал Несмотря на мой стыд Я был в ваших руках И даже в некотором роде Любил вас Прощайте же Прощайте, мой соблазнитель Прощайте, мой настоящий друг Не сожалейте обо мне Вы неверно оценили Возможности молодого человека Который хотел покончить С собой на велику Шаранты Вода быстро стерла бы Следы моей жизни Сотрите же меня из памяти Прощайте У меня приказ тайно Перевезти покойника к нему домой Господин Дельбампре умрет дома От сердечного приступа Подождите Могу я остаться здесь Да Сударыня, вы уверены В существовании этих писем Написанных нашей дочерью Кулакильдой Этому молодому человеку Я их не видел Но боюсь, что да Моя дочь не могла написать Ничего непристойного Она любила Вы не знаете, что может написать Любящая женщина Войдите Как себя чувствует Леонтина? Я в отчаянии Она бредит Она даже Не узнает меня Она все время говорит Об этом несчастном юноше Садитесь Нужно избежать нового скандала Он может ее прикончить Что случилось? Письма Леонтины, мои И Кулакильды Благодаря Господину следователю Комизо Который прислал свою супругу Мы предупреждены Шантаж Суды нашей фамилии Нашу честь И установленный порядок Втопчут в грязь Мы зависим от милости Какого-то беглого каторжника Вот что значит Принимать у себя людей В которых Не вполне уверен Но мой муж Целиком посвящен в это дело Господин герцог Он прекрасно понимает Да, да Благодарю вас Мы будем Бесконечно ему признательны И поверьте Я никогда не забываю Оказанных услуг Но думаю Нам нужно действовать Самим И быстро Нужно спасать Клотильду Бедную Леонтину И меня Все зависит от человека За которым я послал Только бы он был в Париже Оставьте нас одних И заприте дверь Хорошо, сударь Я пришел вас спасти Вы Жак Колен Я это знаю Но пока только я это знаю И могу представить доказательства Только от меня зависит Выйдет ли сегодня Аббат Карлос Эрера на свободу И вернется ли он в Испанию Подпись на приказе Об освобождении Из-под стражи В обмен На письма Где они? Это ты его убил Это ты его убил Вы не заслуживаете Даже моей мести Я должен сделать важное признание Отведите меня к генеральному прокурору Господину Де Гранвилю Верное, лишь вы сможете уладить это дело И вызволить нас из этого неприятного положения Дуэль все же подходит к концу Этот человек так же силен, как я На этот раз мне не выиграть Но постараемся хотя бы не проиграть Он все предусмотрел, будьте уверены На что ему менять эти письма Люсиан умер И в нем что-то могло надломиться В броне может быть трещина Дайте мне карт-бланш Возможно, я найду, на что обменять эти письма Вы хотели со мной поговорить Я вас слушаю Господин граф, я Жак Кулен Я сдаюсь Я уважал вас, сударь А теперь я вами восхищаюсь В чем дело? Срочное дело, господин генеральный прокурор И важное Срочное дело Срочное дело Срочное дело Продолжение следует... 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 Продолжение следует...